Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Вместе с информацией о закрытии европейской и американской версии игры ArcheAge, про которую я рассказывал в предыдущем видео, ссылочка на него будет как в описании, а также она появилась у вас справа вверху, корейские разработчики сказали пару слов про некоторые грядущие изменения в игре. Летом, предположительно в мае, в корейской версии игры ArcheAge, в локациях Полуостров Падающих Звезд и Инистра, появится новое игровое событие, где гильдии путем конкуренции между собой смогут захватить эти локации. В дальнейшем собираются расширить список подобных локаций. Далеко не каждая гильдия сможет принять участие в данном событии, будет сделан некий список требований к самим гильдиям. Можно предположить, что в эти требования будет входить уровень гильдии ГС-игроков, ну а также, скорее всего, их количество. И даже не исключено, что само новое игровое событие будет иметь некие ограничения по участникам. Та же, допустим, осада. Но вот что точно будет ограничено, так это количество принимающих участие гильдий. Суть события будет в том, чтобы захватить небольшие крепости, возможно, это речь как раз вот про вот эти вот кристаллы, которые вы видите сейчас перед собой, созданные в различных точках локации. И при этом не давая их разрушить другим гильдиям. Победитель как бы захватит эту локацию, что позволит получить с игроков, живущих в этой локации, часть их налога. Здесь, скорее всего, не дополнительный налог будет наложен на жильца, игрока, который живет в этой локации, а просто гильдия, захватившая данную локацию, будет получать часть из тех налогов, которые уже платит игрок за свои строения. Ну а также будет и другая награда, но про нее пока что ничего не сказали. Ну а в начале осени разработчики хотят ввести новую массовую арену, где будут соревноваться игроки с разных серверов. Как я понимаю, всех игроков будет распределять по фракциям, относительно того, в какой фракции они находятся в данный момент. На новой арене у игроков останется их ГС, по крайней мере, одной из наград будет являться новый босс, который будет находиться на самой арене. При этом данную арену планируют сделать без каких-либо временных ограничений. И вот если насчет первого события там можно хоть что-то представить, по крайней мере, в игре у нас есть что-то похожее, подобное тому, что я сказал, то здесь я хз, что это будет. Самое близкое, наверное, можно предположить, это какой-нибудь вот, как он там, Гарта Рейн, вроде бы Красный Дракон, есть инстанс, только теперь с ПВП. Но пока что говорить вообще, вообще рано об этом, пока что ничего, кроме вот этой информации, неизвестно. Может ли что-то получиться интересное из этого? Ну, конечно же, может. Ну а что вы думаете насчет данных изменений? Пишите в комментах. Ну а далее мы подведем итоги розыгрыша. Напомню, я разыгрывал 10 сиолей на один месяц. Итак, поехали. Продолжение следует... Итак, поздравляю победителей. Как всегда, вам нужно написать мне в ЛСВК. Это можно сделать, допустим, перейдя на мою группу ВК. Ссылочка на нее будет в описании. И уже в самой группе меня там спокойно найти. Ну а тем, кому не повезло в этот раз, можете принять участие в следующем розыгрыше, который у меня на канале будет довольно скоро. Так что, чтобы ничего не пропустить, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик.